Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет на обзоре машина очень обычная, но в то же время она очень редкая. На момент осмотра эта машина была одна в Украине, больше не было. На момент сейчас записи видео их нет в продаже похожих вообще. А в Германии мы посмотрели на всю Германию 5 автомобилей. Карл, 5 машин на всю Германию. Можно смело сказать, что это просто тупо эксклюзив. В автошколах детям преподают то, что нельзя пить аккумуляторную жидкость. С годами мы становимся умнее и это мы берем на заметку. Друзья, а вот теперь можно раскрыть немножко деталей. Мы имеем BMW 3 в кузове E90, в данном случае это универсал, поэтому E91 с дизельным двигателем. И вот здесь многие скажут, слушай, парень, что ты нам тут заливаешь? Дизельных двигателей в Украине продается большой вагон и маленькая тележка. Вот так вот, этих двухлитровых дизелей с мотором N47. Но, ставим запятую, мотор здесь стоит N57, это трехлитровый дизель. И, ну, для сравнения, эти двигателя стояли, если третья серия, это E90 и F30. Если это четвертая серия BMW, там они тоже стояли, это F32 кузов. Если пятая серия, это F10 кузов. Шестерки они тоже стояли в F13. Седьмая серия, это F01 кузов. X3 это F25, X4 это F26, X5. Куда же мы без X5? Это E70, в предыдущем оно еще стояло, в F15 кузове. И в X6 это E70 и следующий F16. По-моему, ничего не забыл. Если вдруг что-то забыл, напишу полный список, где стоял этот мотор. А, еще на рейндж-ровере он был. Так вот, представьте, вот этот огроменный мотор стоит в маленьком автомобиле. То есть, вот в самой маленькой шкарлупе со всех вышепредставленных. Крутящий момент просто вот так. До бениной мамы. И плюс еще в том, что это на ручке. Это не автомат, это ручная коробка передач. То есть, тогда, когда с этой машины можно выкручивать в умелых руках очень много. И вишенкой на торте это то, что эта машина полноприводная. Вот. Поэтому этот автомобиль, ну, лично я считаю эксклюзивным на дорогах Украины. Потому что их очень-очень мало. BMW E90 разовый осмотр. Разовый это когда нужно сделать техническое заключение по автомобиль. Сейчас уже вниз приехал. Будем посмотреть, что там за зверюга. Классная машина BMW E90 кузов. Офигенная машина. Но только он еще даже не в Киеве. На 9 часов у нас осмотр. Но парни почему-то до сих пор не. Сейчас будем разбираться. Почему же так получилось? Но по факту... По факту фальш старт. Договорились на 9 утра на осмотр. Получается, в 9 утра торжественно выходим. Чуть ли не перерезаем ленточку. Ждем этого эксклюзива. Где же он? Машины нет. Звоним парню, который продает автомобиль. Ну, кто-то что-то перепутал. И он будет не в 9 часов, а в 11. Не будем разбираться, что... В другом случае можно было бы послать к беденой маме. Потому что и подтверждение есть, что договорились на 9. Не в этом суть. Принято решение ожидать. Ожидаем у нас в офисе. Отпаиваем кофе заказчика. Вкусные печеньки. Задушевный разговор. 11 часов. Приезжает парень. А вот теперь идем смотреть. Вот здесь была такая царапина. Жена заезжала в ворота. Я что, начал? Потому что вот здесь вот первый момент. Все остальное проверяйте. Больше ничего 100% не красилось. Миллион. Ни одна запчасть не снималась. Снимались только фары. Потому что они ремонтировались. Все, проверяйте дальше. Класс, спасибо. А двери? Как он красил, раздувал. Все, вы даже можете, наверное, здесь не видно. Друзья, вот здесь вот можно было бы докопаться к тому, что человек заявил, что не крашена ни одна деталь, только есть две царапины. По факту мы имеем крашено заднее левое крыло и крашена передняя, задняя левая дверь. Но с годами мы становимся умнее. И это мы берем на заметку. Потому что парень продает практически за 10 тысяч долларов автомобиль без торга. А вот это вот как минимум тот торг, который нам нужен, нам необходим. Да, сделано оно плюс-минус хорошо. Оно не отваливается. Не попали слегка в цвет. Но констатируем факт, что оно уже крашено, заявлено, не бито, не крашено, лишь только для того, чтобы был аргумент для торга. Вы говорите, она мало ездит. Она за два года проехала 100 тысяч. Она проехала за 4 года 100 тысяч. В 19-м году она заехала в Украину. А, ну, три года. В 19-м, по 17-м. В 19-м, второй месяц. Это был 19-й, значит, 19-й. Ну, я к тому, что 7 километров в день, но чуть-чуть не похоже. Нет, ну, вы же поймите, она машина выходного дня. Вот у меня жена ездит, потом мы поехали на море на ней, например, когда едем далеко, там, кто все. Ну, я считаю, просто я езжу на машинах 90 тысяч год. Моя жена, по-своему, и со мной ездит гораздо меньше. Нет, потому что у меня точно так же. У меня прошлый год был 110, я тут еще не знаю. Это, да, я грант-чаровский, который я продал, и еще, собственно, ему замену. Есть Е36-я. Ну, на Е36-й я езжу по хорошим дорогам. Он, 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 он. Ну, я краем уха услышал, уточнил, получил вменяемый ответ. Ну, если тут море присутствует, то... Я так же делаю. Это за мою эксплуатацию. Вот, вот, ну, зеркало, оно треснуто снаружи. Пленка там поклеена. Вот, сотними раз. И дедушка меня припер, я ему как-то покрасил. Что делать надо, понимаешь, что-то у нас. Крашеная, мазаная. Ничего плохого в том, что она крашеная нету. Главное, чтобы у нее целостность кузова вся была. Вот люди... Не, иногда есть еще там чуть ли не музейный экспонат, не бито, не крашено. Потому что, потому что хочу, потому что машина старая. Вот, как мы Ягуар искали, в итоге нашли его в России. Сто шестьдесят. Четыре. Сто восемьдесят. Сто восемьдесят. Следы от полироли. Если ее полировали... Так, ну по салону машина нечищенная. Хотя вот это вот все, оно убирается в элементе. Триста тысяч пробег. Сиденье, закусы я не вижу, чтобы оно снималось. Смотрите, ли они снимались. Десять, пятьдесят, 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 три, пять. Дильно ты заходишь на камеру, все, телепоказывай, как. Вот здесь ласень. Но вот эта вот часть у нее... Такое ощущение, что под лаком. Потому что у нее всего лишь на сорок микрон больше значения, чем должно быть. Но какой-то покраски или еще что-то я не вижу. И это с учетом того, что эта машина уже полировалась. То есть у нее следы от полировки есть. Вот если посмотреть. Следы от полировки у нее остались. И причем это... Вот убирается эта полироль. Девяносто. 83. Все-таки я попростреливаю в крайних точках. 167. 171. 152. 177. 177. 182. 177. 188. 188. 189. 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 150 хорошо допустим 150 150 150 60 63 152 крыша 120 ладно еще тут 120 и 117 так мы тут узнаем что он украшено 113 111 150 160 и плюс по шагрень чуть-чуть так здесь не трогалась не отнималась честная отвертка настоящий раз я жюю честная как все так было так и есть на последнем сервисе не захотел менять топливный фильтр под замену масла чем не захотел кто менять не захотел есть времени не было а вы не захотели я бываю через раз у меня поэтому я вслуживаюсь у нас там есть пацанчик варькове ну там я не знаю знаю кто его не ханик до него отец со вторым сыном они у нас в гараже чисто байонезни все программы есть все проблемы есть пришел что-то делать он сразу расписал что если сломается а тут иногда вот видишь вот это да так же остальной техпостов показать могу что одна фамилия вот здесь тоже начинается значит по моему мнению здесь видать это очень легкие потертости были ну что тут второй слой лака есть не краски ну шпаклевки вообще нигде нашел или пеликал пеликал стукал нигде нету лак вот-вот по этой стороне это делал не я сразу я буду вопрос не в том что вы моя задача рассказать про автомобиль и так что мы имеем машина по сути вся в заводских значениях по краске ну да за исключением заднего левого крыла и двери которая крашена крыло с переходом на дверь без шпаклевки на двери но слегка шпакля на крыле все остальные по заводским значениям до крашен еще передний бампер ну и слегка залито лаком правая сторона это не криминально это нормально потому что машина все-таки и много лет самое время ехать на и сто потому что по кузову никакого срача нет поэтому мы едем на и сто и 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 защита кусками не разорвана скрепление не возле все я не есть и да вот здесь По сколу видно, что нету второго слоя краски. Хотя я предполагаю, что здесь второй слой лака есть. Вот такая сажа в трубе, сухая, акцентирую внимание, сухая сажа в трубе, говорит о том, что у этого автомобиля отсутствует сажевый фильтр. Сажа, вот если она сухая, страшного в этом ничего нет. Тем более то, что вырезанный сажевый фильтр на пробеге в 315 тысяч километров, сажевик дорогой, в Украине его новый практически никто не покупает. Мы не Европа, нас никто не дрюкает за это, поэтому и никто не следит, что очень плохо за тем, что количество выбросов в атмосферу совсем дурное. Но если бы у него сажа была маслянистая, вот это беда. А сухая это всего лишь говорит о том, что у него нет сажевого фильтра. Но смотрим дальше. А экология у нее кирдык, да? Они вырезаны. Я понял, зря я туда полез, но ничего страшного. Крашено вот сразу, видно, что пробуюсь поймать. Вот здесь вот потеки лака. Вот здесь вот видно, что оно крашеное. И не только вот здесь. Вот здесь вот оно облитая. Поэтому вот это крашено, вот это крашено. Так, по передней части у нас подкрылок везде целенький. Крепление есть. Не совсем правильно стоит пыльничек. Вот так. Здесь тоже пыльник. Ну, в общем-то, не критично. С учетом того, что оно практически всегда закрыто. И мусор сюда не летит. Хотя здесь чуть-чуть он попадает. Но амортизатор у нее сухой. Бампер у нее снимался. Вот здесь вот тоже легесенький рыжик полез. Это что у нас? Это грязючка. Так. Было бы правильно, конечно, все поразбирать. Посмотреть немножко дружек. Потому что элементы металлические. Они поддались коррозии. А сам кузов живой. Хотя нет. Вот он уже и пошел ржаветь. Это из разряда не гнилых BMW не бывает. Но этот еще не гнилой. А слегка пошел коррозии. И причем вот традиционно они все вот колесо. И за задним колесом они все начинают ржаветь. И этот, кстати, для седьмого года. Очень даже хороший сохран, можно сказать. Блин, даже все пластиковые защиты на месте. Херди что разломано. Нигде не забываешь. Ну ладно. Да, не болтается. Не болтается. Очень хорошо. Ладно, ждем вперед. Итак, мы имеем сохран кузова. Плюс-минус очень хороший, как для BMW. Потому что BMW не ржавый 2007 года. Ну, на моей памяти не бывает. Вот так смотришь на его сверстников. А там уже крылья как будто собаками погрызены. В днище уже сквозные дырки. Здесь коррозия слегка начинается. Да, она есть в некоторых местах. Но сквозного, криминального ничего нет. В принципе, все хорошо. Очень интересно заглянуть под защиту двигателя. Вот если там все настолько же в хорошем сохране, то в принципе, можно сказать, что можно и не торговаться на этот автомобиль. Но так ли это? Мне бы очень хотелось, чтобы это было так. Но нужно заглянуть и посмотреть. Давайте посмотрим. Защита сухая. Масла соплей на ней нет. Ну, в принципе, как и предполагалось на трехлитровом моторе. Я покупал уже. Откуда? Судя по всему. Ладно, сейчас сниму всю. Просто это с переднего. Да, да, да жопая аж фигачит. А можно вот эту еще скинуть? Чтобы просмотреть. Потому что там весь поддон, он тупо ума с лицами. Сейчас он снимет. Ну, не течет. Не течет это, когда оно слегка припотело. А когда вот эти сопли аж до самой жопы идут по коробке, то сейчас парни снимут защиту, будет у нас доступ. А вот здесь вот с парнем я не могу не согласиться. Потому что у нас недавно был прецедент. Вот кто не видел, можно сходить посмотреть. После СТО, когда был тест-драйв, мы проехали на машине и отвалилась нафиг защита и сломалась. А усугубилось это тем, что парень, который продавал автомобиль, он пилот пассажирских авиалиний и у него скоро рейс, а машина со сломанной защитой. И надо очень быстро решить этот вопрос. Ну, так себе ситуация, скажу. Поэтому это действительно важно. Если будут трудности, я помогу. Хотя сомневаюсь. У них будут трудности с тем, чтобы одеть защиту. Так оно что впиталось. Песок и грязь. Он вот так вот в масле. Пусть по правильному они сейчас не определяют, откуда оно фигачит. Это может быть комплексная проблема. Это надо замыть и смотреть. Сверху и снизу. Это типичный дизель. Сверху, да. Сверху. Сама коробка у него красивенная. А вот сверху фигачит. Ну, откуда оно фигачит, это надо все вымыть и покататься. Денек-другой посмотреть, откуда оно идет. Потому что вполне может быть это передний сальный коленвал и передний задний. И чуть-чуть сверху. Я, наверное, начало разговора прослушал. Считается, это маслонаполненный саленблок. Там надо меня вибрацию. А, это речь про саленблок. Я про мотор думаю. Друзья, пришла тема. Самое время рассказать о том, что такое гидравлический саленблок. Значит, работает он очень похожий на принцип ампортизатора. Внутри находится жидкость, похожая на масло. Но, на самом деле, если разобраться, то глюколь это не масло. Это скорее антифриз. Это двухатомный спирт. Вот, грубо говоря, вот сам саленблок. Вот крепление, за которое он крепится. Вот это вот обойма, которая влазит в рычаг. В середине, если его разрезать, то выглядит он приблизительно вот так. Вот эта вот полость, черная, которую я нарисовал, она заполнена жидкостью. Вот этой вот жидкостью она заполнена. И, когда, получается, некий удар приходит, например, вот в эту сторону, то вот эти вот узкие места, в которых иногда стоят мембраны, иногда они не стоят, они перетекают из одной полости в другую. Таким образом, они очень сильно гасят вибрацию. Понимая вот эту конструкцию, когда делая выбор о том, какой саленблок покупать, потому что вот эта тема, она не дешевая. Дешевле стоит полиуретан. И ходит полиуретан, поверьте, намного больше. Но комфорт везде очень сильно теряется, потому что сразу чувствуется вибрация на руле, все ямки, все... Когда мост переезжаем, вот этот стык на мосту тоже очень хорошо чувствуется. Но полиуретан ходит очень-очень много. Если самый дешевый вариант, это просто резина в металлической обойме, вроде бы ничем от этого не отличается, за исключением того, что в середине нет жидкости. Но ходит она недолго, и точно так же там нету комфорта. Поэтому комфорт это только гидравлическая тема. И причем не только на BMW. Думаю, доходчиво объяснил. И что, и что? Что имеем на данный момент? Стабилизатора поперечной устойчивости? Нет, нет, рулевая. А, рулевая? А вы говорите, кат остался. Корпус катализатора, вы имеете в виду, остался? Нет, внутри катализатор на месте. Мы разрезали, выделили только часть саблевого фильтра. Ага, все, понял. Катализатор стоит внутри. Все, понял. Не, я вижу, что он резанный, поэтому и задаю дополнительные вопросы. Он резанный только часть его. По двигателю сказать, откуда течет, я знает. Ну, за задним колесом она вся тупо ржавая. Здесь она начинает корродировать местами. Вот в труднодоступных, вот этих, вот там под баком. То есть, гипотетически, все это дело можно разобрать, обработать кислотным грунтом, запискоструить. Оно еще будет жить. Но, как для седьмого года, это неплохо. Но мост сухой. Я к тому, что сколько мы, ну, много видели. И даже на свежих машинах, вот так смотришь, его как будто сведрал так и готово. А здесь, ну, имеем двигатель, как минимум, перепаковывать его нужно. Рекомендовал я этот автомобиль? Да, эту машину я рекомендовал. Потому что другой такой, ну, не найти. Не потому что ее нет, а потому что она действительно плюс-минус в нормальном сохране. Да, в нее еще надо ввалить чуть-чуть денег. Да, заказчик об этом понимает. И при условии вот всех замененных частей переуплотнить двигатель, то машина будет иметь дальше свою жизнь. И причем еще не такую, не годовалую, а намного больше. Друзья, если вам интересен выбор вот таких вот, ну, я считаю, это эксклюзивные автомобили, потому что их с каждым днем становится все меньше и меньше. Так вот, если вам интересны вот такие автомобили, во-первых, подпишитесь на канал, а во-вторых, оставьте комментарий, чтобы мы хотя бы понимали, интересно вам эта тема или нет. Потому что у нас периодически проскакивают всякие машины. И вот мы не понимаем, нужно выкладывать либо что-то массовое, что по нашему формату зайдет, либо же вот что-то такое эксклюзивное. Понимания нет. Да, есть опыт, но нет понимания. А материалов у нас вот так. Большой вагон и маленькая тележка. Кстати, два видео в неделю далеко не все каналы выпускают. И поверьте, вот два видео в неделю, это пипец как сложно, очень сложно, нереально сложно. Но, тем не менее, мы все равно выпускаем для того, чтобы вам было чего смотреть. Друзья, большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Ну и традиционно надо сказать в конце, чем мы собираем. Ну, собирать мы, наверное, еще будем. Бентли, да? А может, Бентли не зайдет? Субтитры сделал DimaTorzok